Я просто вам... Мы говорим об успехе, ведь правда? Мы говорим об успешной жизни сегодня, гармонии духовной, материальной жизни. Гармония заключается в том, чтобы развиваться. Если вы глубину жизни не чувствуете, если вы не понимаете, что есть что-то другое, нет никакой гармонии в этом. Понимаете, нет никакой гармонии. Нужно развитие в этом гармонии. Если человек не сознает мир глубже, нет никакой гармонии, и счастья больше тоже не будет, потому что все присыщается. Вот у вас есть какое-то количество счастья, дальше вы этим радоваться не сможете. Вам нужно другое открытие, новое открытие в жизни. Нужно углубляться в сердце. Если вы углубляете счастье больше и больше, больше и больше, но жизнь становится тяжелее, потому что ответственности больше. Если вы больше поняли этот мир, вам придется менять всех вокруг себя, иначе вы не будете счастливыми. Вам придется, но менять непросто. Вы, допустим, лекции мои послушали, пошли своего мужика травить, да? Давай, живи правильно, гад. Не получится. Он олицетворяет вашу судьбу, ваше прошлое. Он индикатор того, что было до этого. И просто так прошлое не отступит. Нужно что-то делать, глубокое, сильное, чтобы постепенно все менялось вокруг. Ну, ладно, это я сразу с места в карьер. Давайте я вам сейчас расскажу какие-то простые и важные вещи. Хорошо, я слишком глубокую тему поднял. Ну, вы запомните, да? Из чистого истока мы в детстве хотим чего? Мы в детстве хотим, чтобы жизнь не зря прошла. Из чистого истока в прекрасное далеко. У человека жизнь не заканчивается здесь на земле. Он вечный. Человек вечный. У меня один мой друг, он монахом жил всю жизнь. И он ушел из жизни от рака в молодом возрасте. Я не смог ему помочь. И когда я пришел его навестить, это был в день моего рождения, день моего рождения, я пришел его навестить. И через пять минут после того, как я к нему пришел, он вот так посмотрел на меня. И все. В этот момент сердце остановилось. И он так раз и застыл. Я смотрю, его сознание начинает сворачиваться. Я вижу тонкое тело, психику человека. Начало сворачиваться и свернулось вот здесь сердце. Потом у него тонкое тело вместе с душой выходит наружу вот так вот. Я это все вижу. Это происходит в течение часа где-то. Выходит наружу. И он осознает себя снаружи. И два раза пытается вернуться назад. Вот так. Ну понятно, что тело уже все, оно не живое. Как он вернется? И он в шоке. Хотя он всю жизнь молился. Я нахожу его в тонком пространстве, через память, через любовь. Я нахожу его и начинаю с ним диалог. Говорю, давай, брат, давай. Сейчас нужна молитва. Тебе не надо сейчас пытаться там что-то поменять. Просто прими, просто начни, вспомни Бога. То есть сейчас тебе нужно вот это вот. И он начинает вспоминать всю свою духовную жизнь. Он начинаем застыл. Вот так на тонком плане. Собрались очень много людей, начали молиться за него. И он такой все сияет, все сильнее и сильнее. У него тонкое тело очищается. Оно становится все светящим, все больше и больше, и больше. И больше. И потом он пошел такой, сияющий такой. Я просто увидел это чудо. У меня просто вот... Не знаю, как это описать. Это удивительно. Вот для этого человек живет. Понимаете? Но это не значит, что надо все бросить сейчас. И вот идти в монастырь, там, это все глупость. У Бога есть свои задания по отношению к нам. И заданием является наша жизнь. Это дети. Это деятельность человека. Это его... То, что он имеет. Просто есть два варианта действовать. Один вариант для себя что-то хотеть, себе что-то хотеть. А другой вариант с помощью этой деятельности просто сделать всех счастливыми вокруг. И вот эти два варианта колоссальную разницу имеют для нашей жизни. Колоссальную разницу просто. Один вариант приводит человека к страданиям жутким, а другой к огромному счастью. Понимаете? Потому что счастье – это то, как мы... Как Бог воспринимает нашу жизнь. То есть он... Счастье изнутри исходит. Вот отсюда, из сердца. Если человек честно живет, по совести, правильно, то у него просто здесь все зашкаливает. И он чувствует себя очень хорошо в этом случае. Дерево любви набирает сок В линиях судьбы каждый лепесток Дерево любви принесет плоды Вместе с нами Бог, с Богом я и ты, с Богом я и ты Итак, в чем заключается гармония? Гармония заключается в том, что человек должен четко понимать, сколько ему нужно сил для того, чтобы нормально жить. То есть гармония заключается во внутренней жизни. Не возбывает такой гармонии, что мы как бы планируем внешнюю деятельность и внутреннюю. Ты можешь запланировать, но иногда тебя придавит судьба сильнее. И если ты внутреннюю жизнь не наполнишь, дальше никакой гармонии не будет. Видите, вы говорите, я не могу с этим жить. Это означает, что больше времени нужно направить на то, чтобы от этого очиститься. И тогда будет успех. Вы успешный человек. У вас всего в жизни достаточно. Бог вам все дает. У вас сильный разум. Но вам не хватает сил. Вот в этом заключается гармония, чтобы это понять. Потому что большинство людей думают, что силы должны возникнуть сами по себе. Вот я утром проснулся, и мне должно быть настолько хорошо, что все решить в этой жизни. Это неправильное мышление. Понимаете, есть три типа силы у человека. Первый тип силы берется, дается для тела. Это первый тип аскезы. Каждый день человек должен совершать аскезу для тела, для того, чтобы у него появилась возможность бодро и счастливо жить. Всего три варианта. Первый вариант – статическое упражнение. Второй – динамическое. И третий вариант – пост. Если человек… Ну, не то, что весь день пост надо через три дня. Нет. Один день – пробежечка небольшая. Другой день – статическая гимнастика. Третий день, допустим, до обеда ничего не кушаем. Хорошо поститься до обеда. Я никогда не ем до обеда вообще. Но я вам не советую так, потому что у меня очень сильное пищеварение. Если я буду два раза кушать так, как я ем, то меня разнесет просто. Я решил один раз так есть. Ну, пост до обеда очень эффективен, потому что солнце восходит и сжигает все токсины. Вот это утреннее время, когда человек до обеда постится, у него сгорают все токсины. А дальше поститься нет смысла. Потому что дальше энергия уже идет не сжигание токсинов, а на деятельность. То есть ты покушал в обед, и вот это все в деятельность пойдет в твою жизнь. А с утра можно или мало есть, или поститься. Или есть только фрукты одни. Они тоже такая легкая пища. Утреннее время предназначено для долголетия, для здоровья. Вечернее время предназначено для отдыха. Дневное питание предназначено для жизни. Сокращайте вечернее питание и утреннее. Тогда у вас силы в жизни будут нарастать. Жизненная сила будет нарастать. Успех в деятельности зависит от силы. Сила человека связана с его поступками и с его образом жизни. Вот допустим, если у вас, вы говорите, мне не хватает чего-то в жизни. Допустим, мне не хватает подчиненных хороших. Допустим, плохие подчиненные. Или мне не хватает, допустим, возможности устроиться на работу. Мне не хватает возможности внутренней влиять на людей. Они меня не слушаются. Видите, я вам сейчас рассказываю разные виды силы. И эти разные виды силы, они все имеют разные способы приложения. Допустим, если ты хочешь, чтобы твои подчиненные были развитыми, хорошими, то надо развить себя. Если ты себя развиваешь, они тоже развиваются вокруг. Так подчиненными становятся хорошими. Ты развиваешь себя, они развиваются. Ты себя не развиваешь, они не развиваются. Потому что все зависит от старшего. Это как корни дерева. Корни питаются, все дерево растет. Корней нет, оно рухнет, падает. Понимаете? Если ты хочешь, чтобы подчиненные тебя слушались, тогда найди себе наставника. Если ты слушаешь старших, они слушают старших тоже. Если ты не слушаешь старших, они тоже не слушают старших. И если ты хочешь, чтобы у них была совесть в жизни, тогда отнесись к совесть, совестливо к своей собственной судьбе. Живи так, чтобы все восстанавливалось в твоей жизни, стало крепче, становилось крепче. Для этого существует такое понятие, как ответственность за каждый день.